здравствуйте глубоко уважаемые любители планерного спорта я сейчас в ангаре где хранятся зимой наши планера и хотел бы вам рассказать историю как обычный человек может купить планер летать на нем как это правильно сделать как это был как вообще мне повезло купить свой планер сейчас вы все узнаете здравствуйте глубоко уважаемые любители планерного спорта меня часто спрашивают игорь а как так получилось что ты купил паре я могу ответить предельно честно повезло что еще скажешь повезло и повезло как минимум три раза первое повезло с родителями потому что каким-то чудом привели мне желание учиться и дальше начинается второе повезло повезло с учителями нашей в моем школе в школе где учился в институте где учился были совершенно потрясающие преподаватели которые ну мне нравилось больше учиться чем там тусоваться на дискотеках и так далее то есть вот вот хотите верьте хотите нет может ботаник по жизни и я пропадал в модели лаборатории я даже бизнес организовал первый кроликов выращивал 12 лет кроме еще фермы 50 голов хватало на все расходы в институте потом я попал попал побыл поступил в харьковский коллекционный институт и на третьем курсе института мне повезло третий раз опять же третье повезло это друзья то есть друзья вытащили меня летать на параплане и я вот полетел то есть я никогда не всегда говорили ты на канале будешь летать зрение никакой был глаз сердце не бьется и вообще или дышишь вот но я полетел начал летать и это просто вот изменил мой мир совершенно я закончил вуз попал на работу в фирму паравис начал делать летную школу вектор 2000 в 2000 году стал владельцем и дальше пахал ну и до этого пахал там пахал во всю силу потому что во всю силу юности потому что строил лебедки начали гараже днем бегал с курсантами по полю возил групп по всему миру не минута покоя 2001 году мы сделали изобретение сереже беликовым которые позволило делать лебедки гидравлические очень такие удачные которые безопасны крепки надежны вот и и сеть школ расширялась росла вырастали инструктора из друзей и так постепенно пришло что в 2011 году мне появилось какое-то свободное время наверное тогда четвертое повезло мне повезло что я ухаживал за своей будущей женой натальей и вытащил ее значит полетать на планиров всего лишь утащил ее пропал сам я вернулся в юность двадцатилетнюю потому что получилось что я опять учусь новому то есть для меня это был новый мир я смотрел так с открытыми глазами на все это бегал скакал там на аэродроме было три месяца хорошей погоды просто выходные всегда была погода я не знаю то есть я не волшебник я только учусь но факт есть вакт можно посмотреть метис водки и я научился за один год даже прошел два года программы учебные и так далее и к осени стал перед выбором мне нужно было купить несколько тел свой план у нас заходил так что вот жить не мог совсем а жил я в домике на колесах красивый трейлер я продал эту яхту за 25 тысяч евро и купил план но мне не хватало денег поэтому я купил планер вместе с моим другом александром дальше в принципе все мои 9 планиров они всегда были с кем-то вместе поэтому третье повезло друзья поэтому за все четыре повезло с которым не повезло в жизни многие думают что это спорт для каких-то олигархов потому что там часто звучат цифры 200 тысяч евро за планер 300 тысяч евро за планер но вот этот планер вот мимо которого мы сейчас идем двинастер он стоит 15 тысяч евро вместе с тележкой например ну фирма конечно не очень так сказать притязательно с приличным названием но на самом деле это название на что не влияет планер летает прекрасно вот планер к 6 вы можете на него посмотреть он стоит две тысячи евро представляете вот этот планер с телегой ресурс у него там еще на 6000 часов как минимум вот эта штука продается пожалуйста можно приехать завтра забрать и летать на нем вполне нормальный деревянный планер выпуска 58 года и у дерева отличный ресурс потому что дерево если вы правильно храните она не гниет и она не главное что не знает усталости вот это такой самолетик стоит 50000 вот такой планер уже электрический модный клауса с размахом 20 метров антарос конечно уже дорогой вот это как раз те самые 150 200 тысяч ну и флагман этот планер штемме с 12 стоит 1000 по 350 но от клауса лик планер на котором уже достаточно много налетал я думаю сильно дешево но есть был они хорошо ищутся замечательный ресурс сигель флюк где можно найти поддержанный планер ссылку и скину обязательно в описании у меня большой опыт владения большим количеством бортов и на основании этого опыта я могу примерно рассказать что вас ждет если вы вот сейчас начали летать на планере или собираетесь и там хотите купить свой планер а вот так вот идея купить свой планер она приходит в голову я считаю на второй день обучения по крайней мере у меня так было я слетал с инструктором зону у меня стали такие щенячьи глаза такие хочу хочу вот я начал летать и на второй день я попробую парапланисты вообще я попробую как летит после параплана который летит так современные все таки очень хорошо про плану летают не надо это бежать но в целом после параплана ты просто поражаешься качество волшебно параплана качество допустим 10 а у этой штуки у бланика качество 27 тысяч километра пролетает 27 то есть ты летишь и вот эти швы из угрыдания этому благо следующее накалят и коронавирус а вот это как так как вот то он где-то будет это водить выезжаешь до того где-то ладно ты что туда успели ты видишь да что это все можно успеть это конечно поражают возможности планера после параплана поражают я буквально сразу же первым делом как только вот я полетал второй день дюриш саныч хочу планеру будет слушаем вот и вот совсем с ума сошла бьешь десятку туза подожди погодите надо хоть немножко полетать понять что ты не я чувствую что мне планер нужен хочу не могу вот это вот желание хочу не могу надо поверьте ребята надо стушить в себе сразу то есть понимать что вы должны иметь какой-то опыт не знаю полетов понимание что вам чем вам нужно потому что понять какой планер сразу хотите купить очень тяжело и вот вы начинаете летать на бланике понимаете что бланик это вообще мечта всей вашей жизни вот как я тебя я все плане хочу не могу на нем летать друзей катать вообще прям вот все плане я потом кстати купил но на тот момент бланик там продавали за 10 тысяч евро и мне моя хорошая знакомая плата была вот первым делом когда я рассказал про то что ой они летали сидели решено раньше меня начали на плане летать вот игру лада илья я вот летать все они ведь бланик уже купил игры не откуда узнать все собираюсь ну вот не покупай пожалуйста вот и конечно спасибо вам за добрый совет и вот я сейчас пытаюсь делать видео в котором тоже дам какие добрые советы в том числе и вам я в итоге планик и купил начал дальше летать и первый планер который я все-таки купил был нс-8 то есть я отучился прошел программу обучения и очень не встал пониманием что если я хочу летать много мне нужен свой плане клубе где я летал в орле на тот момент мне сказали что янтарь мне конечно дадут но на соревнованиях когда в основном все полеты есть он будет закреплен за спортсмена у меня нет первого разряда поэтому планер мне дадут только в августе когда я там подумать какие-то соревнованиям если даст год бог искать сдам первый разряд и тогда смогу участвовать чемпионате россии в следующем году получать плане ну к слову потом мне действительно давали планер но я летал на янтаре клубном брал его в аренду и за это огромное спасибо но на тот момент то есть именно так сказать я понял что без планера я все погибну очень надо я обратился не помог очень сильный мой друг дмитрий тимошенко и он мне во-первых много рассказал по классы планиров и смог выбрать тот планер который мне будет что я могу сказать коротко про классы ну понятно что планера бывает одноместные двухместные если говорить про одноместные то на одноместных много летать на соревнованиях на двухместных чаще все учатся но вот это вот 20 метровый класс размокрыли в 20 метров к которой проводится соревнования в том числе там чемпионат мира вот своим другом плата саматузой участвуем чемпионатах мира европы на этом плане там рубимся даже там иногда вторые места поднюю занимали почетно так на чемпионате мира взять вторым прилететь вот но начинал я не с такого планера с одноместного и в одноместных планерах существуют какие классы стандартный класс это планера размахом 15 метров и у этого планиров не должно быть закрыл закрылок он задняя часть крыла отклоняется меняется форма профиля и если у тебя есть закрылок планер в общем-то дороже конечно лучше летит быстрее на высокой скорости на посадке там приятней он в потоках лучше себя ведет можно меньше скорости летать и так далее подобные закрылочный планер круче быстрее точно даже вот класс планиров закрылками называется гоночный тоже там те же 15 метров только закрылка гоночный класс или если там взять крылья подлиннее 18 метров есть 18 метровый класс тоже чем длиннее крыло планера тем сложнее на нем летать почему достойно отдельного видео просто поверьте что за длиннокрылым планером намного сложнее справиться именно поэтому как бы вот новички летают там на 15 метров покруче те кто уже летает на 18 там самые сливки планерного мира летает в открытом классе читать даже соревнования в классе там съезжаются такие монстры поэтому самый такой начальный класс для новичков это стандартный потому что планер без закрылка меньше шансов пилот накосячит то есть только вот он научился летать только вот более-менее что-то там пошло и в этом случае идеально когда тебе меньше надо делать чего-то в воздухе и вот не работать закрылкам это немножко жизнь упрощает вот так раз такой планер стандартного класса я себе присмотрел это точнее дима мне помог присмотреть это был планер лс-8 я его купил за 48 тысяч евро у школьного учителя германию школьный учитель германии обычно может математики можете позволить иметь планер на нем летать потом он купил дороже себе планер потом женился на планеристке они продали свои одноместные планера купили один очень-очень хороший дух мест огонь и так лс-8 практически немного стоил в обслуживании там и прочее прочее то есть нормальный планер там считаем страховка на него там порядка 1000 евро мы платили потому что нас было два пилота не очень большим налетом 280 евро за инспекцию выделили эту сумму на двоих и как раз крайне удачно вылетывали ресурс этого планера мой друг александр он летал больше на этом планере в россии я летал в россии брал янтарь не было интересной соревноваться на соревнованиях питать я брал янтарь потому что лс-8 был плохой винтикап очень если стандартном классе на нем можно было бы летать но было бы некрасиво вот поэтому планер сильно лучше чем у янтари было бы уже не совсем честно играться вот поэтому я брал в аренду янтарь и летал на нем но со временем я понял что мне нужен еще двухместный планер у меня была мечта сделать школу летную и я купил первый планер двухместный тринайсер мне очень повезло за 14 тысяч евро и он купил в германии обычно такой планер стоит около 20 стеклопластиковый планер это же сам удивился откуда такая цена но как оказалось просто продавал человек который купил на какое-то время летал он ему не нужен жена ему запретила летать когда он отдавал этот планер он плакал реально плакал отдал кучу всяких таких вкусных ништячков чем-то каких вот их пупочек на этот планер надел ему короче мужика реально было очень жалко вот планер достался хороший но сейчас он летает кому в краснодаре догона его минус единственное что это название фирмы гроб в общем-то некоторые нервничать из этого названия как-то планера очень крепкие такие надежные не самые на на лучшее потому что не очень ценится на рынке поэтому но вот дешевые больших плюсов и вот купив этот винастер и мы его притащили в россию дальше налог для планер был полторы тысячи рублей в год мотор нет соответственный налог такой шеевого хранения то есть забрал на себя мой компаньон поэтому планиров все было хорошо то есть мне винастер я только на нем летал больше ничего я купил еще планер планик за две с половиной тысячи евро у клауса ольмана по его учителя вместе с тележкой но когда мы привезли все это в россию до настолько дохренича денег получилось потому что телегу заставили раздомаживать очень неприятно за сам планер там куча справок справка и двойном назначении что-то не военный планер и прочее прочее в общем мороки было много не уверен что я бы связывался с этим если бы делал второй раз я бы сказал обратился к специалисту лучше там например попросил бы дмитрия тимошенко моего друга привезти этот планик вот но я тогда мне казалось что я все саму могу и делаю я все там сделал но это потребовало очень приличных усилий вот и обошелся планер в итоге куплен за две с половиной в россию до его привез все дела все дороги все расходы 7000 евро этот планер я уже хранил самый к сожалению таянка стоила около 100 евро в месяц это было 1200 евро в год вы знаете такая ощутимая сумма когда я перестал летать на этом планере постоянно много я решил что ну фильм во первых я взялся компаньона сразу же поделить эти расходы хотя бы на стоянку из дополнительных расходов это было только мы перетянули вот эти вот поверхности управляющие это кстати надо тоже понимать что у планера который есть перкаль этот перкаль раз какое-то время придется менять и на этом надо быть готовым летая на этих двух планировать я понял что мне нужен планер на самом деле самовзлет почему потому что вечная очередь на взлет там вечная топ-буксировщик не готов лететь то техник вчера немножечко капельку выпил ему тяжело и он не хочет самолет готовить рано утром а ведь потому что типа тумана готовить попозже не веришь что туман рассеется когда туман рассеялся выяснилось что самолета чего-то сломано не готова нужно готовить другое другой совсем не готов ну и короче вот так вот в этот бесило меня страшно невозможность улететь когда ты хочешь и плюс еще конечно у нас на севере мы летаем я летал в шевле на а там сторону твери в сторону волги селигера сплошные болота и честно говоря мне было страшновато летать площадок мало ну и даже так скажем так приземлиться что ты целом останешься можно вопрос останется ли целом планер это уже начинался риск летать маршруты хотелось и тогда возникла у меня идея купить планер самовзлетные мы продали три настер который купили вот этот за 14000 и купили за 65 тысяч евро очень красивый планер тоже твин тоже твин твинастер 3 sl самовзлетный с двигателем ротокс и вот с этим мотором конечно планер прекрасно взлетал мотор можно было запустить в воздухе но и как вот на этом плане мы хотим сейчас мотор запустим донку летим я был очень доволен этим прям супер я конечно на этом плане ли сделал красивейший маршрут и несмотря на его высокую стоимость мне не нужно было сдать без буксировщика и платить за буксировщик конечно потом мы поимели проблему нас был ремонт винта у нас сломался убрался двигатель неудачно и поломали мы винт немножечко створ очки это все ремонтировали винта новый там 5000 евро стоит нужно понимать что имея вроде как бесплатную буксировку нам на моторе вам нужно ухаживать за моторем у вас на плане не появляется личный деталь хорошая замечательная ну в общем-то для планера лично и вот это лишнюю деталью мы немножечко погномались но повторю что возможность улетали ты я долетал до селигера опланили до питера как-то на маршруте каком-то осталось 300 метров до города санкт-петербург при этом я вылетал из москвы я в москву вернулся при этом то есть это планер это фантастика и им я вернулся без мотора я долетел то дом от маршрут что-то часов 8 я налетел я рано в 10 30 я взлетел с утра и приземлился поздно вечером это было великолепное путешествие расходы какие на это планирую чтобы попадали на ремонт но помимо этого больше ничего потому что плане регистрировался как планер двигатель в этом случае считается средством спасения долетным и никакого налога на двигатель не было и в общем планер был планером со своими полтора тысячами рублей вот мы все это прекрасно опыт владения таким планером вот такой сейчас уже не мой но вот хороший планер скучаю очень я купил себе планер здесь в альпах то не купил даже взял в лизинку каусу альман и следующий мой планер назывался он янус тэм это двухместный планер похожий на этот только более старый 88 года 20 метров то что тринастер был в 18 метров это 20 янус был 20 и вот янус это уже красавец много летал на нем с мотором мотор меня в несколько раз выручал то есть я возвращался с маршрута пригрозах при там каких-нибудь там форс-мажоров было очень красиво не знаю может денег сэкономил может нет за счет того что двигатель был потому что двигатель в итоге толку же заводится из-за того что сальник у нас один начал пропускать мы отдали его в ремонт заплатили за ремонт 5000 евро оказалось что потом ребята нашли что вот это была проблема с поршнями там поменяли головку еще чего-то было куча мороки но планер сейчас летает у моего друга и по расходам на него могу сказать что обычно вот когда я летал этому же конце попали на эти деньги по ремонту а я отлетал на нем три года и за эти три года я двигателями делал ничего кроме замены свеч я оплатил вот это делает аэрси которая стоила 280 евро там на этот планер и платил страховку страховка большая что я планер не оформил себя он был на клубе а как оказалось клубу блоком платил за страховки пять процентов от 70 тысяч евро смените можете посчитать это немало получается и вот эти деньги оплатил три за три года это была самая весомая статья расходов кроме лизинговых платежей но они были учтены при продаже этого планера так что я особо много не потерял следующий планер который я купил это был вот этот флагман и это конечно флагман моего флота его называю принцесса моя любимая купил я его достаточно случайно я мечтал о таком планере я вообще мечтал сделать летную школу в россии а и для этого построил лебедку гидравлическую пожалуй одну из лучших мире потому что она гидравлическая она могла тянуть их планера с тягой 850 килограмм и вот то есть такой планер она могла со свистом закинуть на там с километра на 400 500 метров а полутора километров на 600 800 но к сожалению и у планиров я купил и бланник был у меня и там моете на стирайте и прочее то есть можно было начинать школу делать но по ряду причин эта идея у меня заглохла нужно было кстати вопросу а вот почему у нас так многие вещи стоит дофига там базирование техники ну что я летал на аэродроме шевлина и для того чтобы летать на нем с лебедкой мне необходимо сделать было полностью дополнительно земля не моя я сказал что я этим заниматься не буду буки вот еще там кучу евро в какую-то землю чужую ну и плюс второе сопутствующие события там я мне предложили мои лебедки делать но нужно было делать это не совсем честным честно как по их понятиям честно по моим нет я послал все к чертовой матери сказал что в этом не участвую и вот то есть кто-то был такой знаете рубеж когда вот ты чувствуешь что вот ты теряешь честь не знаю себя частичку то есть ты никогда не не делал такого и не пилил не воровал не грабил мне там это а тут у тебя ты вроде как не виноват будешь что за тебя буду делать но ты вот вляпался как говно вот и поэтому я могу пришел вечером выпил коньяку с горя 31 мая 14 года это было и так открыл интернет и вижу полетел этот планер все говорили что скоро полетит шляхер 20 метровый там ля-ля-ля-ля но никто не называл точные даты и тут бац в этот планер полетел и конечно я был в полном от этого планера в восторге по возможности этот ванкель который кушает там 8-9 литров в час на круизе здесь баки сейчас в этом плане и позволяют тысячу километров пролететь то есть два бака в крыльях если заправлять 15 литров под пюджеля же 12 и все мы излетели и тысячи километров я могу просто на моторик пролететь ну пилой вверх-вверх-вверх-вверх если просто на не выключать двигатель на 500 я загорелся этой идеей вот вечером посидел подумал что я теряю продам лебедка продам все планиров в школе продам черта матери все российские школы парапланерные таки смогу там часть которая там полу рентабельно было думаю вытащу кучу денег куплю планер сейчас я буду летать в альпах учениками а я носу меня уже был я понимал насколько это прикольно работать на хорошем плане в альпах стала новой такой мечтой у меня есть я хотел делать школу где я буду там учеников с нуля там на лебедке все а потом думаю ну зачем я буду со собой своими умениями как микроскопом гвозди забивать и купил вот еще один микроскоп этот планер конечно учить на нем это тоже гвозди микроскопом занимать забивать новичков но с другой стороны я могу мне нравится я и частично это для себя купил не только для учеников в основном для себя 285 тысяч евро планер обошелся это безумные деньги собственно у меня никогда таких не было и наверное уже никогда таких не будет носить депозит продал удачную лебедку свою планерную и продал школы это был 14 год вы помните да что в четырнадцатом году в августе там гаджак но как обычно в августе бывает рубль упал я понял что за свою честность я обрел отличный как этот вознаграждение я просто вывел деньги во время как бы честно говоря все это потонуло погрязло ребятка быть наверно сгнило бы в общем-то глубокий рдык а так я все сделал крайне вовремя ведь и будьте честными перед миром и перед собой наверно воздастся очень дорогая покупка сказать что он она рентабельна и вот если дабы задаться целью сделать летную школу и летать на таком планере нет это для школы это конечно такой вот это только как богатый клуб может себе позволить такую штуку частично за взносы и так далее это большие приличные расходы на любое любое там не знаю поцарапал крыло тоже это все на каком деревянном учебном плане не давай бланики да плевать на это все там на нем лишняя царапина только украшает один знакомый нехороший привез на аэродром кучу девушек они полезли на этом плане фотографироваться естественно жопой на крылья на жопе стразы в общем фу поцарапали мне крыло задницами вы узнаете сколько ремонт да чё мы не знали ну вот что ты возьмешь за шкир поведешь полицию скажешь давайте оформляйте повреждения планеру ущербом там на пиво покрасить вот от куст оправа до евро 200-300 хотя сам там с кульверизатора может закрасить по идее ты не на некоторые работы не имеешь права потому это кстати отдельная тема для разговора потому что я со наша организация европейская которая блюдет безопасность авиационную запрещает многие работы делаются и мы по нерестам потому что они типа тупые не умеют если раньше то многие вещи на плане или делали самостоятельно и сейчас забивает на это я со многие вещи делают но вот там может приехать инспектор там там есть германия даже специальная такая группа инспектора ездят они там попадают компьютер жребий что проверить боинг проверить или планет и вот вместо боинга бац вылетает планер они приезжают где бумага на это а где бумага на то а кто выполнял вот этот ремонт а почему он не оформлен там и ведомости а о чем вот тут царапина кто и закрасил вы сами как какой вы правы видите тут раками закрасить короче маразм и из этого маразма наши полеты могут стоить дорого потому что там простейшие работы которые можно сделать самим приходится делать там специализированной организации и это возможно как раз плюс планиров там вот этих старинных деревянных и прочее потому что не как раз дофигище чего можно самим делать дальше я начал на этом плане реактивно летать деньги долги друзьям отдавать него и понял что какой дальнейший роструешь нет я мечтал делать школу но получилось что я как бы их час не инструктор школа из одного инструктора тоже бывает застарский подход сидела там у меня свою программу обучение своей идеи как летать как что делать и прочее и многим это нравится повторю там даже очень у меня на учение работать вперед поэтому задачки что-то делаю наверное правильно я понял что мне нужно когда-нибудь будет планер на котором я могу как я могу что-то еще делать помимо обучать одного человека двух человек от денем я могу брать на хвост, я могу быть горным гидом. Я, говорит, понял, я сначала планировал брать планер в аренду, мы здесь летали, мы брали здесь LS4, но стало понятно, что это сложно. Ученики без очень большого налета, далеко ты его не поведешь, как только начинается сложность, он начинает нервничать, эти площадки, еще чего-то. То есть хочется такой, знаете, какой-то уверенности, что ты можешь сказать человеку, ну-ка, мальчик, кнопочку нажми и вернись-ка домой. Ну, хотелось планер попроще, то есть вот эти, в принципе, 15-метровые планера LS4, например, простой, классный, надежный планер, но хотелось так, чтобы был мотор, а вот с мотором, любой планер, это уже там, ДГ, например, 600, он уже стоит там 65 тысяч евро, и мотор у него все-таки древний, и это все запускается там через раз, и сам запуск мотора, когда ты это не делаешь никогда, ты привык, как я на этом, я на этом с закрытыми глазами ночью запущу мотор, а на том планере уже так не на запускаешься, ошибаешься, я сам ошибался на явно, когда летал, более сложный, чем на этом систему выпуска, здесь гениальная система выпуска, на этом планере очень тяжело ошибиться, я подумал, что нужен, и как раз появился планер Minilac, Minilac, это маленький планер легкий, класс 13,5 метров, крылья размах 13,5, то есть меньше, чем 15, за счет этого он легче, и за счет этого есть моторчики, которые ставятся электрически в носу, и вот этого моторчика уже хватает для взлета, то есть прелесть этого Minilac, он легкий получается, вот легкий планер с этим вот довольно мощным 20-киловаттным моторчиком, там разбежаешься, он не набирает там 3 метра в секунду, но свои там пару метров в секунду всегда имеет метр-полтора метра, где-то он имеет, и вот, но это даже не главное, у меня не было задача, что планер саду же взлетал, он может сам взлетать, это прелесть, но этот планер просто хорошо летает с мотором электрическим, и запустить этот мотор, у вас тумблер, активация системы, и такая крутилочка, чун, чук, чун, чун, все, моторчик завертелся, полетел, я за ученика счастлив, и вот мы этот Minilac эксплуатировали в прошлом году, должны были в этом активно эксплуатировать, остановить и вирус, и очень счастливы были мои ученики, мы слетали до Монблана с двумя моими курсантами, и в одном случае, по возвращению с Монблана, ученик сделал ошибку, перепутал дорогу и полетел в Италию зачем-то вместо Франции, потом вернулся, и мы на обратном пути с трудом проходили ледники, и вот перед ледником, я ему сказал на одну минуту запустить двигатель, он подтянулся на этом моторе, набрал 100 метров высоты, которых нам хватило перевалить ледник, если бы мы этот ледник не переваливали, мне пришлось бы сажать его, например, в Анси там на аэродром, или в Амбервилле где-нибудь, ну в общем, неприятненько было бы, он обошелся дядюшке Скрудзу, ну он не мой, он тоже в долевом владении, 110 тысяч евро, вместе с тележкой, со всеми пирогами, там вот все вместе, приборы хорошие, навороченные и так далее, на нем можно в соревнованиях участвовать, он делался для того, чтобы можно было в Европе, в Европе, в Африке рекорды ставить, на нем даже турбина стоит для этой цели, то есть, чтобы увеличить дальность, что электромотор позволяет километров 100 пролететь, а в Африке бывают такие грозы, мы поставили турбину, чтобы можно было пролететь километров 300, турбина с керосином в крыльях, на него страховка довольно большая, то есть планер за 110 тысяч, конечно, держать в парке для покатушек студентов, тоже немножко расходно, потому что 2,5% страховка, 2,5 тысячи в год, уже просто так вот, то есть ему нужно сдать в аренду, так, чтобы хотя бы эти 2,5 тысячи вернуть, зато я спокойный, человек, который купил, и является его долевым владельцем, я за него спокойно знаю, что он прекрасно будет летать на этом плане, или безопасно, с ним ничего не случится, этому человеку как раз это и надо, то есть ему нужна гарантия, что все будет хорошо, а я знаю, что я возьму его на хвост, и мы с ним полетим куда угодно, даже если он ошибается, а человек летает 2 недели, 3 недели в году, то есть у него такого налета, как у меня нет, бешеного, чтобы делать все так же красиво и правильно, хотя я многие вещи делаю тоже неправильно, помимо этого планера, у нас есть планер, реактивный, 115 килограмм, то есть я вот хотел летать в России, а Россавиация сказала, что мою лицензию, вот эту вот красивую, получал Пахомова, гражданской авиации, с которой абсолютно легально имею право летать в России, она валидирует, менять на пластик не хочет, то, что ей нужны справки с клуба, которые она же сама уничтожила, и так далее, и тому подобное, и в общем, короче, нужно кучу документов, которые хрен я добуду, но лицензия есть, я имею право понелетать, на ней нет номера, который позволяет системе подавать план полетов, я могу летать в G, но в Российской Федерации, блядь, нужно почему-то в плане, в этой зоне G тоже подавать заявку, во всем мире не нужно, нужно, поэтому я подумал, блядь, сделаю такой планер, чтобы летать, просто когда хочу, есть дырка в законе, 115 килограмм, medical не нужно, пилотского не нужно, оно у меня есть, но оно не нужно, мы собрали планер, на базе S4 115, 115 килограмм, с двумя турбинами, реактивными, получилось бешеная зажигалка, взлетает с дистанции 100 метров, скоропозненность 8 метров в секунду, жарят 240 килограмм в час, эх, егей, короче, реактивный планер, и на нем можно летать, без пилотского, по S4, вообще там, сам по себе, планер неплохой, конечно, у него есть недостаток, что, что качество, динамическое, в районе 30, оно реализовано на малой скорости, толстый профиль, крыла и прочее, прочее, и на нем, часто попадаешь в ситуации, когда вот, ну, ты летаешь, летаешь, и уже не долетаешь, ну, вот как бланик, то есть, вот почему на бланике достаточно сложно ли так маршрутах, ну, потому что, там, где ты проскочишь на Интере, с качеством, там, 40, или, конечно, проскочишь на таком флагбоне, с качеством 50, ты на планере с качеством 30 или 27, ну, не проскочишь, нет шансов, 34, по-моему, дают на S4, но, но это теоретически, практически, там, пилот все время подскальзывает, где-нибудь там, педали неровно, ручка кривая, еще что-нибудь, в итоге, реально, ты получишь 30, и на бланике с 27, 25, 22 получше, турбины в этом случае, очень сильно выручают, и позволяют вернуться домой, не только взлетать самостоятельно, тоже большой кайт, потому что, там, ты имеешь планер вот этот, на котором, не надо пилотского, вроде как, теоретически, и не нужная лицензия, и приезжаешь на аэродром, и говоришь, а ну-ка, затяните меня, человек говорит, слушай, чувак, а где твоя пилотская, он говорит, а вот, а у меня нету, а он говорит, а извини, а если с тобой что-нибудь случится, кто отвечать будет, то есть я тебя тяну, а на каком основании, то есть, ну, кассировщик, в данном случае, прав, потому что, ну, а что, понятно, что тебя это так, и все равно, тебя кто-то будет учить летать, а будет ли, дать минимум, досавскую лицензию тебе дадут, ну, смысл, вот, в нашем случае был, чтобы до лицензии не иметь, нету меня, я хочу, летаю, меня никто в тюрьму не посадит, планеру АС-4, крайне эти трубины улучшают его летные характеристики, тем, тем, что позволяют возвращаться с маршрута, не только взлетать самому, но и возвращаться с маршрута, ну, и взлетать самому тоже, потому что у нас там один, допустим, клиент, кто владеет планером, из Кировска, и там нету, вильги нет, буксировщиков, нечем поднять планер, а летать на плане, ему понравилось, он приезжал ко мне, научился летать здесь, в Альпах, и пилотского нет, кстати, и говорит, хочу, а есть на самолет, хочу на плане летать, вот так вот сам, и он купил, и летает, я спокойно, турбинки запустил, и полетел, так что, такой вот был проект, он начинался как небольшое, такое хулиганство, может быть, дальше это выросло, в нечто большее, потому что, загорелись мы идеей, сделать двухместный планер, он уже, конечно, будет с документами, придется мне все-таки, идти, как-то менять эту лицензию, ну, или просто, опять же, забить, и пойти на принцип, что лицензия, официально, она бессрочная, она работает только с Black, российский Black, я пройду, и пусть они там, объявляют, что там, вы не подали план, в зону G, я скажу, как я могу, подать, у меня лицензия старая, она действующая, ну, давайте ее поменять, а мы не хотим, ну, посмотрим, кто кого еще, в общем-то, поржем, по крайней мере, мы поржем, под это дело, мы купили планер, шляйкера, фирма, фирма шляйкер, дала скидку, хорошим на планер, SK-21B, новая версия, лучший в мире, двухместный планер, пилотажный, не пилотажный, учебный, но он крутит и пилотаж полностью, мы взяли новый, потому что там много полезного изменили, можно, конечно, было баушный взять, недорого, ну, хотя баушный бы стоил, там, хороший 50 тысяч евро, а нам планер обошелся в 114 тысяч евро, планер там со всеми пирогами, переделками, потому что там стоят управление для инвалидов, опции стоят там и прочее, там покрашен правильно, плюс там приборы, в общем, турбины, проект где-то вылетит в копеечку, конечно, там рассчитываем тысяч поместиться в 200, наверное, мы запустили проект «Оттысячные мечты», и каждый, кто участвовал на, скажем так, 200 евро, имеет одну тысячную долю в планере, то есть это 18 часов ресурса вообще-то, планера 18 тысяч ресурса, 18 часов, то есть человек, в принципе, на него может научиться летать, то есть если брать, что в том же, там, программа базовая подготовки КУЛП в 18 часов, первый год обучения, то вот, пожалуйста, 18 часов отлетать, человек вроде как научится летать на нем, вылетит даже самостоятельно на этом ресурсе, ну, понятно, наверное, это будет все-таки по-другому, но смысл именно то, что может человек потратить по своему усмотрению этот ресурс, а мы тем самым имеем планер, на котором можем творить чудеса, катать, например, инвалидов, и почему инвалидов, потому что в свое время мне сказали, что ты, чувак, ты летать не будешь, ты там, угодный, видишь плохо, слышишь еще хуже, там, сердце не бьется, не будешь полетать, а я, видите, летаю, мне повезло, я мечтал, я мечтал, полетел, но кто-то может быть, может не так ярко мечтать, кому-то не так повезло, и в конце концов получается, что там, в конце концов, мечта не мечтая, когда у тебя нижняя часть тела не работает, то наша государство вообще, говорится, таки не летают, а в Европу, говорить, таки летают, в планере АСК, вот этом новом, нашим АСК-21Б, стоит управление для инвалидов в передней кабине, то есть человек может летать, если он хочет, он садится, у него есть управление, как ноги не нужны, здесь у нас сейчас многие педали, а там педали на такой специальной ручке сделаны, все, лети, у меня 58 сейчас компаньонов на этом плане, я крайне им признательно, этим людям, которые согласились со мной разделить время ответственности владения этой игрушкой, не игрушкой, этим инструментом, для которым бываются мечты, касса за вирусом, некоторые сроки сдвигаются, турбину мы уже купили, планер уже оплачен, уже получен, сейчас ждет переезда в Российскую Федерацию, для того, чтобы на него начали монтировать турбины. По расходам на этот планер, конечно, будет очень, что хорошо, 18 тысяч часов ресурсов, то есть мы имеем 18 тысяч часов, она дорогой планер, но извините, 18 тысяч часов ресурса на плане стоимости, там, базовая стоимость, вот если вы покупатель, там, с минимальным количеством приборов, брать куму, это там в районе 100 тысяч евро, и 18 тысяч часов, и мы берем планер, например, какой-нибудь планер, даже новый сейчас, за 70 тысяч евро, и у него будет ресурс, ну, 60 там, ну, 70 там, прибором опять же, у него ресурс будет 5 тысяч часов, 6 тысяч часов, я не знаю, что это сейчас у нового была ника ресурс, но точно, то есть, это металлический планер, у которого изначально ресурс был закладывался, вот, примерно там, в районе 6 тысяч часов, по-моему, ну, пусть даже будет 12, в итоге получается, такой шляйкер, там, сильно выгоднее, вот, это к вопросу о стоимости владения планиров, что нужно понимать ресурс, и, ключевой момент, еще ликвидность техники, потому что, например, на рынке, старый, 20-летний SK21, будет стоить 50 тысяч евро, то есть, старый планер, у которого, на лед уже 6 тысяч часов, он там, в клубе его в хвост и в гриву, вот сейчас, ребят, покупали недавно, 50 тысяч, и кажется, так новый же стоит там 100, ну, вот, да, там, человек знает, что, куплю этот буш, на счет 12 тысяч часов отлетает, в моей жизни не хватит, чтобы его вылетать, и, в принципе, на клубы берут, и все, но, понятно, что люди, которые покупали 20 лет назад планер, они, наверное, и заплатили, это примерно, вот эти вот, пресловутые, те же 50 тысяч в эквиваленте, то есть планер за его жизнь, не уменьшил свою стоимость, ну, в денежном эквиваленте, понятно, что из-за инфляции, эти 50 тысяч, это не те 50 тысяч, которые были 20 лет назад, но, хоть что-то, потеря стоимости, не как на автомобиле, что-то выехал из этого продажного центра, и сразу же 30% стоимости, чкунь, улетело, это вкратце, я даже сказал, длиннее байк, такая длинная была, о планерах, которыми я владел, и владею, даже перекликнулось некими планами, и вы теперь понимаете, что такое вообще владеть планером, и так далее, и, наверное, осталось мне дать, какие-то советы, вот человек думает, я закончил школу, что мне делать, ну, прежде всего, покупать свой планер, там, я уже в прошлом, в первой части видео говорил, что это, надо сильно-сильно подумать, прежде чем купить свой планер, нужен он ли он, потому что, можно сначала арендовать, арендовать недорого, то есть, в России, тем более, сейчас там, парк планеров, планеров за 3 тысячи, можно взять, там, на один, может, больше, может, часто, я не помню цифру, значит, янтарь, можно взять, за 4 с половиной тысячи рублей, на целый день, и летай себе спокойно, вот, это недорого, это, вот, с учетом, повторю, что в Европе, часто, в среднем, там, 15-18 евро, за летный час, может стоить планер, то это нормально, естественно, комплексом брать, лучше, то есть, если в Европе, той же в клубе, сказать, что я буду, или ты хочу налетать, за год 100 часов, я оплачиваю 100 часов, планера, то, там, ну, оплачивается, какое-то количество, летать будешь, свое, такие схемы бывают, они оправданы, потому что, ну, вот, сейчас мы на планере летим, как его ресурс считать, взлет, посадка, то, что он 3 часа провисел в воздухе, я, конечно, в летную книжку запишу, но, это будет совсем не то, что, если, один раз 3 часа, чем 2 раза по 1,5, вот, примерно, где, если же, все-таки, свербит, и хочется свой планер, то, очень нужно подумать, нужен ли он двухместный, двухместный планер, если вы, там иногда хотите кого-то катать, это часть, самая стандартная ситуация, человек говорит, ну, я вот хочу двухместный, потому что хочу жену ее покупать, ну, неправильно это там, один мой знакомый купил планер двухместный, он хотел посадку параллельную, говорю, хочу такое, чтобы вот я летал с женой, держал ее за коленку, говорю, почему, держал, ну, это такая вот у меня мечта была, вот, все жизни, вот, он купил планер, начал летать, научился на нем, он купил планер, не умею летать, научился, и потом жена с ним полетела, ну, ей не понравилось, она больше не стала с ним летать, а тогда он начал брать девушек, держал их за коленку, и в итоге развелся с женой, какая вот история, все, жены, смотрите, вот, поэтому двухместный планер, да, вот, если вы хотите вот так, за коленку, ну, тогда, во-первых, покупайте, ну, Таврус какой-нибудь, Штемми, так-то, вот, видите, там, не сильно ты подержишься, но, конечно, классно впечатлять друзей, ну, планер в двухместный, если вы введены в заднюю кабину, и так далее, можно брать спокойно в аренду, или летать из передней, пассажир сзади сидит, практически раз после базового курса, там, какой-то налет нужен, и тогда будете летать, потому что удовольствие полета на двухместном планере еще то, то есть, я вот на этом сейчас летаю, классный планер, замечательный, но я с удовольствием буду, сейчас стоит мини-лак, вот, и он вертлявый, там, прямо на месте разворачивается прочее, по нем летать веселее, вот, на одноместном планере летать банально веселее, прикольнее, вот, поэтому, ну, подумайте прежде, чем брать двухместный, вот, ну, и двухместный планер, он будет летать все-таки относительно посредственно, и планер имеет смысл, только если вы хотите в какой-то компании сделать консорциум, и там, все вместе научиться взять, купить планер, пригласить инструктора, какой-нибудь взять лебедку, по сути, сделать основу для будущего клуба, тогда, наверное, да, это имеет смысл. Из доступных планеров, что бы я выбрал для себя, бы, если бы сейчас сказал бы, я хочу летать там, я бы взял свой 20-й. Почему? Потому что это закрылочный планер, это клубный класс, попадает он сейчас, и закрылок, это просто фантастика, то есть планер летит очень хорошо, он летит на уровне современных, там, супер планеров стандартного класса, то есть на нем можно гонять отлично маршруты, вот, то есть у него гандикап хороший, такой минус, конечно, то есть гандикап, что такое коэффициент, который учитывает, что на клубных соревнованиях этот планер летит лучше, чем, например, там, другой планер. Но, за счет, но он и летит действительно лучше, все по-честному. И вот с таким планером уже можно, ого-го-го-го-го-го-го-плетать на соревнованиях, но он стоит там, равен 25 тысяч евро. Если брать более простую вещь, что это какой-нибудь гинтарь стандарт, в районе 10 тысяч евро, наверное, в России может такой найти. Или, например, мне очень нравится Цирус стандарт. У моего друга Алексея такой есть, я ему из Голландии привозил. За 12 тысяч он его купил, ну, там, пусть таможенник, и у меня сюда, то есть увеличила стоимость, но планер того стоит, он в идеальном совершенно состоянии. Планер, там, 74-го года выпуска, как и я, то есть 46 лет мне. Древний, но, блин, классный. То есть, о, еще даже, еще даже чуть-чуть энергии есть на склоне. Вот это да. А я не думал, что мы сейчас, честно, чуть-чуть даже придержим. Такой планер импортный, хороший, он у него более дружественный, чем тот же Янтарь. Янтарь не любят, ну, точнее, я не знаю, часто говорят, ой, Янтарь сорвешься в стопор. Да нет, нормальный планер, чуть-чуть скорость держать повыше, и он просто валится в стопор, чуть-чуть менее предупреждает. Если какой-нибудь Цирус свалится на 30-е долго и прочее, то Янтарь, конечно, немножко более злой планер, но это не настолько существенно, что прям уж там, сказать, Янтарь, это вообще ужасно. LS4 хороший планер, но тут LS4 уже столько стоит, что можно и S20 себе позволить. Задавайте мне вопросы, я ссылок вам подоприсываю. Это из недорогой ниши, наверное. Ну и самый недорогой планер, конечно, это этот AS4. То есть там можно от 500 тысяч рублей, наверное, найти. Сейчас такой планировочек у вторичного рынка, там новую, он около миллиона будет стоить с угольным лонжероном, а такой, как у нас, чтобы сделать потом его реактивным, он, наверное, миллион и полтора будет стоить. Вот. И такой планер, да, на него можно ставить электромотор в нос, на него можно ставить турбину, как мы ставили. Ну все, замечательно на нем летать. И, конечно, что могу посоветовать, долевое владение. То есть, если у вас стесненные средства, но очень хотите летать на плане, то проще купить планер, поделить его на несколько человек, и это сильно уменьшает расходы на его владение. Потому что вы просто банально не вылетаете весь, весь налет этого планера, просто у вас сил просто не хватит физически. Вы там будете стараться, я каждый день буду летать, вот ходить, там, да не выйдет такого. Выходные, семья, там, не знаю, в конце концов, командировка, еще чего-то. Вот. На двоих спокойно делится планер, на троих чуть сложнее. Четыре, я бы не советовал, то, что это такая патовая ситуация, у вас четыре человека, и два на два, типа, решать уже что-то сложное. Когда у вас два человека, тоже сложно что-то решить. В конце концов, договориться всегда можно, и учтите, что это, да, это реальный шанс улучшить свое финансовое положение, не вбукивая огромную сумму в планер одному. Проблемы со страховкой, конечно, то есть в России, когда летаешь, страховки не работают, то есть я не понял, как можно планер застраховать в России, пока в Европе все прекрасно, вот этот планер застрахован, но вот, придумайте что-нибудь, не знаю, там, договоритесь, что в случае каких-то мелких повреждений оплачивает кто повредил, в случае форс-мажора, ну, типа, ладно, не повезло, был у нас планер, теперь нет, я не знаю, там уже, как это, нормальные люди всегда между собой договорятся, так, я, пожалуй, ухожу от склона, 1300 метров, как я и рассчитывал, у меня теперь осталось только высоты до эрагрома долететь, вопрос по себестоимости полета на этом плане, 42 евро в чат где-то получается, на этом планере расход, но я говорю, что это очень дорого, это очень ненормально, то есть я такой планер никому не советую с точки зрения, там, зарабатывания денег, только для себя любимого, и прежде чем покупать планер, еще нужно подумать, у меня там есть пометочка, а на каком аэродроме он будет базироваться, как летать, то есть вот бывает ситуация, что хочется планера, понятно, куплю планер, а чем я его буду поднимать, лебедку строить, ну, лебедку хорошую построить сложно, а плохую можно планер разломать, дальше самолет, ну, хорошо, если есть какой-нибудь аэродромчик, на нем какой-нибудь самолетик, и владелец самолета соглашается поставить замок буксировочкой, здесь мы выходим, кстати, на линию, что владение планером, конечно, планер это круче самолета, то есть, на мой взгляд, это намного интереснее летать, но мы выходим на скользкий путь, что планер летал, что-то нужно, то есть планер круче, конечно, самолет, когда вот это такой планер с мотором, а когда мотора нет, это планер имеет недостаток, что мотору-то нет, и нужно его чем-то поднять, и вот это чем-то поднять, нужно какой-то аэродром, нужно что-то придумывать, И вот эти вот проблемы Вам нужно изначально осознавать, что вы будете А потом, допустим, даже вам друг Сказал, что да, чувак, бери планер Там, классно, я там Буду тебя поднимать, а потом вы приезжаете Говорят, слушай, ну я сегодня не могу А сегодня у меня нет настроения, а что-то у меня на самолете С ЛГ кончилось, а что-то у меня на самолете Мотово работает, а что-то у нее это Ну и начинается И с учетом того, что в России клубов не так много Географически, вы можете Реально жить в городе, как, например, Кировский живет у меня ученик Он летает на реактивном планере Из-за базирования, что ему нужен планер Который будет взлетать сам Если у вас некому вас поднять, единственный способ Планер, который взлетает сам Например, у меня ученик В Казахстане Купил планер Такой же, как у меня Замечательно летает Павел Гусев Облетал весь Казахстан, уже прочее Он сейчас легко лучше от этого планера своего И от самой идеи, что летает на планере Это круто, он там единственный Реально летает только он Потому что он летает маршруты Там по 500 километров, по 700 И круто летает Прям вообще огонь И у него был выбор тоже А что же делать-то Ну вот он купил самовзлет Не отчаивайтесь, что у планера нет мотора Это, конечно, летчики часто дают Минус, что вот, у вас нет мотора Куда вы там можете слетать Нет мотора, это большой плюс Мы, не знаю, в Африке летаем тысячекилометровые маршруты Без топлива Смотрим всю Африку Пустыню Калахари Я не уверен, что любой самолет сунется Потому что там просто банально приземляться негде Ну вы видите, что сегодня уже 8-11 октября Ветра нету, поэтому я Так какие-то там поточки, сопли Я просто длинное видео записывал Сколько стоит научиться летать на планере передачи А на это остался кусочек погоды Ну видите, что я летаю без мотора уже Черт и сколько времени И мы в это время не жрем топливо И ну это время там Мне интересно, помимо того, что я трынджу на камеру Я еще и следую небо То есть думаю, так, где здесь энергии цапнуть Где здесь энергии цапнуть И видите, сколько я времени нахожусь в воздухе Не тратя топливо Не сжигая вот этот вот сок Из сдохших диножавров А замечательно и классно Двигаясь по небу за счет Своих вот, твоего мозга Понимание об устройстве природы Вот, поэтому Каждому свое То есть повторюсь Планер Это штука для исследования Исследования неба И классных воздушных путешествий За счет энергии природы Самолет это просто классная штука для путешествий В посадку надо на самом деле Уже заходить Красота Давайте я сейчас О, не вышло Черт, шасси не выходит Ого-го На переднем сиденье Мне немножечко не хватает длины рук Оказывается Для выпуска шасси И привычки нет Поэтому я Чуть былочи А высота-то уже такая Как раз Пора бы выпускаться Так что Друзья мои Видите, как Лих получилось Вот такой стресс Который возникает Когда ты раз А у тебя шасси до конца Оно выходит Но не встает на замок Инерции не хватает У меня сзади С заднего сиденья Ручка удачнее расположена Чпок, оно вылетело Фу А тут оно раз чуть-чуть И с такой комбинацией зайдешь Оно под тобой сложится И шасси И створки И в общем ничего хорошего Сейчас надо успокоиться От второго к третьему Проверяем Шасси вышло Все в порядке Доклад Сарлы Батинди Виктор Таумин Клянин Закрылочка на шестерочку Сейчас пока Даже, наверное На лендинг Я уже переставлю Так, никого Все в порядке Отходы свободны А вот электромотор А вот электромотор Прекрасен тем, что Он Запускается мгновенно Тут ошибаемся Не попадаем в аэродром Но вот как сейчас Вот у меня Шасси не вышло Что-то не так получилось И мы можем И мы можем спокойненько Запустить моторчик Это одно движение Кнопочкой Вот так И вот так И я самолет Вот движение Кнопочкой Раз Полная мощность И планер Уходит на второй круг Все замечательно Все красиво Все прекрасно И вот именно Такой планер Я купил для того Чтобы летать С учениками При этом ученики Его могут брать В аренду Там 600-800 евро В неделю Человек с этим планером Может спокойненько Летать за мной На хвосте И учиться То есть Это было Основное Зачем этот планер В общем-то Упался Сейчас чуть под Ближе подтянусь Чтобы не долбать Его по земле Видите Козла сделали Здесь у нас Очень неровный Аэродром Поэтому Катаемся Вот И планер Соответственно Минилак Я вам даже Покажу Сейчас его Стоит он При запчете Ооо Как я здесь Немножко не грею Что-то значит Непристреленное Направление Полета Вообще Кто плохо ездит Кто-то хорошо Толкает О, да Так Сейчас вам Минилак Этот покажу В контейнере Налетался я Да Неприятненько Шасси получилось Вот смотрите Вот это Видите Место Шасси выходило До вот этого Примерно состояния И на замок Не вставало То есть оно До конца Докодило Но не защелкивалось И вот это Заставило меня Понервничать Я Что делал Первым делом Первым делом Когда такая штука Случается Я летел на 100 км Трак час Чтобы не думать О скорости Я сунул ручку От себя Разогнался Несмотря на то Что у меня высоты мало Ну как Высота с входа в круг То есть там Я решил Сходить пониже 250 метров Я разогнал планер Дал ручку от себя Сделал скорость 120-130 км Чтобы не думать Уже дальше И начал уже Такими рывковыми движениями Там Убрал шасси Еще раз выпустил Вот В конце концов Раскачал Что оно все-таки По инерции Встало на замок Но надо понимать Что в передней кабине Конечно одному Это двухместный планер У него такой массивный Тяжелый шасси И убрать его легко Оказывается Выпустить в одиночку Нужно вот это начальное движение Делать более энергично Толчок вот этот вот А я его не сделал Ну сделал Ну так Так как надо было Ну и потом Отгребал последствия Так что главное Не волноваться Скорость И разбираться с ситуацией Ну а если что Ну убрал бы шасси Садился без него Это лучше Чем на полувыпученном шасси Вот крылышко Моего планера И вот дальше Стоит прицеп с мини-лаком Мини-лак 13,5 метров С электромоторчиком На который могут На котором могут Ученики за мной летать Волны кайф И тушу турбину Турбина потухла И что мне делать Эй Я запускаю электромотор Эй 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 Всего вам доброго Оревару Ну а кстати Сейчас покажу Как мотор выключается Смотрите Все До новых встреч Глубоко уважаемые Любители планерного спорта Приезжайте в гости летать Присоединяйтесь к нашим проектам А главное Смотрите канал И комментируйте Ведь это лучший стимул Для продолжения работы Эй Присоединяйтесь к нашим проектам Присоединяйтесь к нашим проектам Присоединяйтесь к нашим проектам